Добрый вечер, дорогие и уважаемые товарищи! Сегодня у нас заключительное занятие осенне-зимнего семестра 2017 года Университета рабочих корреспондентов Фонда Рабочая Академия. Весь этот семестр у нас проходил под флагом, под знаменем, под знаком того столетия Великой Советской Революции. И тоже не случайно, что мы завершаем занятие. И тема «Диалектика, алгебра, революции». Ведет занятие кандидат технических наук Кирилл Валерьевич Дзюрков. Пожалуйста, пока он встает, напоминаю. Вопросы в письменной форме, записные уступления, также в письменной форме, листочки на столе. Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередная лекция, на которой мы будем изучать связь диалектики и диалектического метода. И сегодня мы попытаемся увидеть эту связь с революцией. Как диалектика и диалектический метод связаны в первую очередь с социалистической революцией, с практикой социалистической революции и с теорией социалистической революции. Но начать здесь следует немножко отступить на шаг назад и сказать несколько слов о том, как в человеческом обществе происходили буржуазные революции. И надо сказать, если мы посмотрим историю великой французской революции, контрреволюции и обратно, возвращения к буржуазной революции, то мы увидим, что буржуазная революция происходит, можно сказать, некоторым образом стихильно. То есть она происходит не с пониманием предмета. В каком смысле? В том смысле, что, конечно, при буржуазной революции буржуазия является прогрессивным классом, буржуазия выдвигает свои лозунги. Обычно это такие лозунги «свобода», «равенство», «братство». Сегодня эти лозунги, мы уже понимаем, что они выглядят применительно к обществу блекло. И ситуацию в обществе общество не описывает как таковое. Поэтому можно сказать, что в экономической плоскости буржуазная революция подготавливается в самом базисе общества, в экономике. Развиваются товарные отношения, а потом сама революция происходит, как я сказал, некоторым образом стихильно. И полного понимания у прогрессивного к тому моменту класса буржуазии, полного понимания того, а как устроено общество, как развивается, на каких основах оно развивается, этого понимания нет. Но вот если мы рассмотрим уже буржуазную революцию в России, и то, какие этапы эта буржуазная революция прошла, то мы можем сказать, что идея, теоретическая идея, вот уже здесь появляется такая категория из диалектики, но мы к этому еще вернемся, теоретическая идея в буржуазной революции уже просматривается. То есть просматривается понимание того, а как же общество устроено в момент развития капитализма и развития буржуазной революции. И, как нетрудно догадаться, вот это понимание дает нам Владимир Ильич Ленин. Во-первых, он показывает, что в России уже к началу 20 века полностью сложились в экономике капиталистические, то есть товарные отношения, господствуют товарные отношения, они являются господствующими, а значит, в экономике имеет место капитализм. Первое. Это доказывается на огромном статистическом материале. Дальше. Владимир Ильич указывает, что у революции в России буржуазной есть определенная специфика. И эта специфика заключается в следующем. Первое. Во время вот этого подъема и подготовления к буржуазной революции сам буржуазный класс, он занимает такое промежуточное положение. То есть он как бы хочет завершить эту буржуазную революцию, довести ее до конца. Но с другой стороны, объективные обстоятельства в России складываются таким образом, что этот класс тяготеет к реакции, то есть тяготеет к соглашательству с помещиками фактически, с царем, с помещиками и так далее. Вот такая особенность буржуазной революции. И Владимир Ильич эту особенность, эту определенность, можно сказать, этой буржуазной революции в своих работах все время подчеркивает, до самой революции он всегда подчеркивает, что буржуазный класс в своем положении, в Российской империи, занимает такое промеж... Он колеблется, что называется. Далее, в России буржуазную революцию включается не только буржуазия и феодалы, как отживающий класс, отмирающий класс, но и включается уже пролетариат и беднейшие, можно сказать, прогрессивные слои крестьянства. То есть в буржуазную революцию и фактически ведущую роль в буржуазной революции, это подчеркивает много, где Владимир Ильич играет пролетариат и прогрессивные слои крестьянства. Опять же, для того, чтобы это осознать, Владимир Ильич использует дилектический метод, мы об этом поговорим попозже подробнее, но надо сказать, что уже есть вот это теоретическое осознание, вот эта теоретическая идея о том, как буржуазная революция в России будет происходить. И это, надо сказать, серьезное отличие от революции, скажем, во Франции. Так, теперь давайте перейдем к, собственно говоря, непосредственно к социалистической революции и как эта социалистическая революция в России происходила. Надо сказать, что вот здесь, когда мы хотим описать, собственно, а как же социалистическая революция случилась в России и как на самом деле она будет происходить и в будущем. Мы должны вспомнить категорию, которая вот самая последняя категория в науке логики, это категория абсолютной идеи. Это единство. Идеи преобразования мира и теоретической идеи. Это единство практической и теоретической идеи. Мы познаем мир и преобразовываем его в соответствии с этим познанием. Ну вот надо сказать, что такое рассмотрение социалистической революции является вполне себе... То есть оно естественно вытекает из рассмотрения социалистической революции. О чем здесь идет речь? Ну вот если говорить о практической идее социалистической революции, что ее выражает, эту практическую идею? Ну, идея как бы практики, движения, объективного движения в обществе. Эту идею выражает рабочий класс. Рабочее движение как таковое, борьба рабочих, изначально зарождающаяся как стихийная борьба, без понимания своих коренных интересов, просто за ближайшие интересы, за заработную плату, за сокращение рабочего дня, за улучшение условий труда и организация организация рабочими советов, как органов, избирающихся на заводах и фабриках, вот можно сказать, это та практическая идея, которая выражает объективное движение в развитии, вот этот момент абсолютной идеи в движении социалистической революции. Теперь, если мы рассматриваем след, другой момент, теоретическая идея, да, что выражает теоретическую идею? Теоретическая идея, это, собственно говоря, и есть мировоззрение, марксист, марксистское мировоззрение, то есть мировоззрение, которое полноценно, всесторонне описывает общество, капиталистическое общество, прежде всего, потому что марксизм исследует прежде всего капиталистическое общество, его развитие, его переход в следующую общественно-экономическую формацию, ну и вот это теоретическая идея, как она развивается? Давайте посмотрим на то, как эта идея развивалась Лениным. И вот здесь нам надо будет увидеть, ну, вообще говоря, это можно увидеть на множестве примеров, что развивая эту теоретическую идею, Ленин везде, практически везде использует диалектический метод, то есть он использует свое глубочайшее знание диалектики, которое он систематически начинает изучать еще в 14-м году и пишет философские тетради. Так вот, можно вот это применение диалектической категории, диалектического метода увидеть не только во всем теоретическом описании данном Ленином, но и в тех тактических шагах, которые с первого взгляда кажутся, вообще говоря, ну они кажутся, прямо можно сказать, мне кажется, противоречивание, но противоречие это то, что как раз изучает диалектика и то, в чем диалектика наиболее, можно сказать, как раздел логики, наиболее сильна. Я приведу несколько примеров, хотя на самом деле этих примеров значительно больше, но вот первый пример, когда Ленин анализирует развитие империализма, он пишет работу об империализме, такая фундаментальная теоретическая работа, в какой-то момент, в 15-м году появляется работа о лозунге Соединенных Штатов Европы, и он там делает следующий вывод, который крайне важен для понимания, для теоретического описания социалистической революции, вот этого теоретического момента абсолютной идеи социалистической революции, он делает вывод о том, что постольку поскольку империализм развился до таких пределов, и в себе империализм имеет ту неравномерность развития, которая лежит в его, которая является его определением, одним из определений, ну или можно сказать определенностью, значит различные страны развиваются неравномерно, появляются страны-хищники и страны-эксплуатируемые, значит это проявляется в экономике, соответственно то же самое проявляется в политике, политическое развитие стран неравномерно, то есть понимание Маркса о том, что социалистическая революция произойдет сразу же во многих странах, ну или в подавляющем числе капиталистических странах, становится здесь неверно, и Ленин делает вывод о том, что, во-первых, в условиях империализма для того момента, когда капитализм развился до стадии империализма, верно следующее утверждение, что социалистическая революция произойдет как раз в одной или нескольких странах, и более того, то есть она не просто может произойти в одной или нескольких странах, она необходимо произойдет только в одной или только в нескольких странах, поскольку имеет место та неравномерность развития. И вообще, если понимать ту мировую революцию, как понимал ее Маркс Энгельс, то мы можем сказать, что вот это вот понимание мировой революции, оно Ленином меняется. Меняется в каком смысле? Ленин понимает мировую революцию, и теперь и мы уже понимаем мировую революцию как череду революций, социалистическую мировую революцию, как череду революций и контрреволюций в различных странах, и долгого периода развития этих революций и контрреволюций во всех различных странах в мире. Вот этот вывод крайний, как я сказал, важный для, во-первых, созидания социалистической революции, для ее понимания, для ее теоретического обоснования. И мы можем увидеть, что этот вывод важен и сейчас для нас. Почему? Зачастую можно слышать такое мнение, что в СССР, был построен СССР, произошла социалистическая революция, диктатура пролетариата. СССР разрушился, значит, эксперимент как бы неудачный. Значит, надо придумать что-то другое. Это в лучшем случае. А в худшем случае вообще говорят о конце истории, о том, что капитализм бесконечен, ну и тому подобную муть. Что мы видим на самом деле? Если мы понимаем вот этот временной период мировой революции, мы понимаем, что мы в этом периоде сейчас и живем. Произошла революция в России социалистическая. Дальше произошли революции в других странах. В частности, в Китае, во Вьетнаме, в Лаосе, на Кубе, в Северной Корее. И сейчас мы живем в таком мире, да, и произошла контрреволюция в России. Но это все опять же укладывается в ту череду революции и контрреволюций. И мы понимаем, что та мировая социалистическая революция, она развивается. И мы уже на самом деле живем не в условиях такого глобального империализма, что вокруг нас один империализм. А в действительности есть страны, которые социалистические уже, это Китай, Лаос, Вьетнам, Куба. И есть страны, в которых построен социализм. Да, это Северная Корея. То есть вот количество жителей в этих странах, вы знаете, там уже под полтора миллиарда, уже больше даже. То есть значительное число людей на Земле уже живет вот в этом движении, в движении мировой революции. Они принадлежат не империализму как таковому, не развитию империализма. Но вот этот вывод, тут для того, чтобы его сделать Ленину, безусловно, понадобилось применение диалектики, изучение противоречий империализма как такового. То есть он изучал противоречия и из этого сделал вот этот вывод. Без диалектики этого вывода не сделать. Ну а значит без диалектики не может быть дальнейшего движения, революционного движения и вообще никакой революции 17-го года получиться не может. То есть она теоретически не может быть обоснована. Дальше. Давайте возьмем такой пример. Вот если мы... Да, вот еще хороший... Вернемся к примерам. Пример следующий. Вот во время, когда совершилась социалистическая революция и буржуазная революция, этому времени предшествует империалистическая война. То есть, вообще говоря, идет реакционная война между империалистическими странами за господство, за тот вопрос, а кто будет эксплуатировать страны, которые при империализме являются эксплуатированными. То есть, вот империалистические хищники столкнулись в этом противостоянии и борются. Война, умирают миллионы людей на фронте. Вроде как она реакционная. И действительно она реакционная. Не вроде как, да, она реакционная война. Но возникает такой вопрос, а какие лозунги выдвигать и как бороться за то, чтобы эта война была прекращена? Откуда брать, так сказать, черпать вот ту силу для прекращения этой войны? И надо сказать, что появлялось движение такое в среде социал-демократов, немецких социал-демократов и социал-демократов России, меньшевиков, которые говорили, выдвигали такой лозунг. Лозунг разоружения рабочих, трудящихся. То есть бросаем оружие, разоружаемся и вроде как действительно, вот если с точки зрения формальной логики подходить к этому, война реакционна, империалистическая. Соответственно надо, ну если, так сказать, оружие бросят, разойдутся все по домам, то вроде как и война закончится. Но посмотрите вот внимательно, если мы возьмем работу Ленина «Военная программа пролетарской революции», то он там говорит о том, что лозунг о разоружении крайне реакционен. Почему крайне реакционен? Да, то есть он вот в анализе империалистической войны ищет то противоречие и переход, собственно говоря, вот этого отрицательного момента в этой войне в свою противоположность, который поможет развитию социалистической революции. О чем он говорит? Он говорит о том, что постолку-поскольку рабочие сейчас вооружены, они организованы уже самой войной, да, там война сеет, смерть, голод и так далее, но рабочие при этом вооружены и лозунг о том, чтобы они бросали оружие, избавлялись от него и уходили там, расходились по домам, он реакционен. Рабочие должны оставаться вооружены для того, чтобы использовать это оружие против самой буржуазии, потому что империалистическая война непременно, объективно перерастает в тот момент в борьбу гражданскую, в борьбу между классами. И в этой борьбе рабочим необходимо оружие для того, чтобы победить в этой войне. Ну вот, это такой очень важный пример, который раскрывает богатство диалектического подхода, когда вроде бы казалось то, что достаточно очевидно, и то, что и Каутский, и другие лидеры социал-демократов всячески поддерживали, и меньшевики всячески поддерживали, оказывается абсолютно реакционным. И все переворачивается с головы на ноги, и получается, что все происходит по-другому, и действовать, тактически действовать надо по-другому. Так, идем дальше. Ну вот, можно привести еще такой пример, вот с этим тоже связанный, как раз в этой же работе Владимир Ильич говорит о том, об эксплуатации женщин при капитализме. Он опять говорит о том, что вот отрицательный момент, который имеется при капитализме, он переходит в свою противоположность. И вот этот вот диалектический переход, он здесь просматривается. Он говорит так. Так, дело буржуазии развивать тресты, загонять детей и женщин на фабрики, мучить их там, развращать, осуждать на крайнюю нужду. Мы не требуем такого развития. Мы не поддерживаем его. Мы боремся против него. Но как боремся? Мы знаем, что тресты и фабричная работа женщин прогрессивны. То есть он видит вот в этом отрицательном положительный момент, противоположность свою, вот эту диалектическую противоположность. Мы не хотим идти назад к ремеслу, к доморощенному капитализму, к домашней работе женщин. Вперед через тресты и прочее, и дальше них к социализму. Ну вот опять, выдающийся пример диалектического подхода к вопросу тактики, о том, как относиться к эксплуатации женщин при капитализме. Также в этой работе военная программа пролетарьской революции Владимир Ильич особо подчеркивает, что борьба с оппортунизмом есть необходимая борьба за революцию. То есть в борьбе за революцию борьба с оппортунизмом имеет ключевое значение. Ну давайте смотреть дальше. Вот происходит социалистическая революция. Кто берет власть в социалистической революции? Класс. Вот это абсолютно правильно. Класс берет власть. Не партия, не большевики взяли власть. Вот иногда сейчас мы слышим, что у нас было празднование 7 ноября, да, и говорят, большевистский переворот. Как будто бы это большевики, и вообще как будто возможно так, что какая-то партия придет, какая-то группка, даже очень большая, и произведет революцию, и сменит общественно-экономическую формацию. Это для того, чтобы показать большевиков, что они как бы другая форма буржазии. Именно для этого все и делается. Давайте мы разберемся. Нам нужно понимать истину, нам нужно эту истину выявить. А истина заключается в том, что в социалистической революции революцию делает класс, и власть берет. Именно класс, рабочий класс. Но как он это делает? Он берет эту власть возглавляемой партией, в данном случае партией большевиков. Вот это тонкий этот момент, тоже он как бы затушевывается, и вроде как, вот из формальной логики кажется, что действительно, ну кто произвел вооруженное восстание? Вооруженное восстание возглавляли большевики. Да? Значит, если большевики возглавляли вооруженное восстание, то вроде бы как они взяли власть, получается. Но на самом деле власть взял класс в том смысле, что вооруженное восстание это просто инструмент передачи власти классу. Происходит вооруженное восстание, и тут же происходит съезд советов, на котором власть, вот эта, которая взята, она передается рабочему классу. Да и даже восстание, можно сказать, вооруженное восстание совершал все равно рабочий класс. Потому что зимний брали рабочие, вооруженные рабочие, большевики только направляли эту деятельность, возглавляли ее. Значит, вот происходит социалистическая революция. Мы уже понимаем, что социалистическая революция, она не может произойти стихийно. То есть, если мы сидим и ждем ее, то как капиталистическая революция, она вот здесь не произойдет. То есть, здесь принципиальное отличие между капиталистической революцией и социалистической революцией. Для того, чтобы эту социалистическую революцию провести, для того, чтобы она случилась и диктатура пролетариата, диктатура рабочего класса стала наличным бытием, необходимо выражение в теории, в понятиях, в категориях того, что происходит в обществе. И это с одной стороны, это в теоретической плоскости, а с другой стороны, в тактической даже плоскости. Как делать? Вот мы видим, что везде Владимир Ильич использует диалектический метод, диалектический подход. Идем дальше. Произошла социалистическая революция. Это значит, что рабочий класс взял власть и в политической области он господствует. То есть, он установил свою диктатуру. Что дальше происходит? Ну вот, экономический базис никаким образом не изменился. Он как был капиталистическим, он так капиталистическим и остается. И после революции, на следующий день, и через месяц, и даже через несколько месяцев, капиталистическое производство господствовало в России. Но при этом, что происходит? Начинается переходный период от капитализма к социализму, который характеризуется многоукладностью в экономике. То есть, в экономике борется несколько укладов. Борется уклад капиталистический. Ну, в России их было, на самом деле, значительно больше, чем просто... Их было пять. Да, Ленин выделяет пять укладов. То есть, это мелкотоварный, капиталистический, госкапиталистический, патриархальный уклад еще, который остался со времен царизма, и социалистический уклад. Вот эти вот уклады борются между собой. Ну и что происходит в этой борьбе? Как эту борьбу вообще описать? И как эту борьбу, собственно говоря, вести? А вести ее можно только, опять же, понимая и понимая, что происходит в этот момент с обществом. А в обществе происходит то, что в диалектике может быть охарактеризовано категорией становления. То есть, происходит вот это беспокойное единство, беспокойная борьба в экономике нескольких укладов. И вообще говоря, неизвестно, какой уклад может победить. И какой уклад победит. И если теоретическая борьба рабочего класса не организована должным образом, то вполне вероятно, что капиталистический уклад победит, и обратно будет переход к капитализму. Ну вот в Советском, в России после социалистической революции у нас было теоретическое, мощное теоретическое обоснование всех действий. Был Владимир Ильич. А надо сказать, что вот у других товарищей, которые сейчас являются социалистическими государствами, но социализм не построили, мы не можем сказать, что у них там социализм-то будет построен и победит коммунистический уклад в экономике. Вот скажем, если мы говорим про Китай, то там вот эти тенденции борются. И сложно сказать, какая из тенденций вообще говоря победит. Ну, тем не менее, мы должны подчеркнуть то, что опять движение вот к прогресс, движение вперед. А с чем, что движение вообще, вот это с чем связано, с чего рабочий класс хочет достичь, какой его коренной интерес? Коренной интерес заключается в том, чтобы в полном уничтожении классов. То есть уничтожить все классы и уничтожить все классовые различия. Вот коренной интерес рабочего класса. И вот в этом движении на отрезке временном, когда происходит борьба укладов и когда нужно понимать, зачем, что нужно делать в социалистическом укладе, чтобы он побеждал, какие действия нужно делать, опять нужен диалектический метод для того, чтобы понимать, а что собственно происходит. Идем дальше. Социализм построен. Победил коммунистический уклад в экономике. Производство, собственность обобществлена, она является общественной собственностью на средства производства. Социализм вроде как построен. Дальше идет движение, развитие социализма на своей собственной основе и движение к полному коммунизму. Но опять, как это движение производить? Вот если мы возьмем, скажем, Конституцию 1936 года, о которой часто мы здесь вспоминаем, и на самом деле, если посмотреть литературу, они вспоминают, так сказать, в позитивном ключе в основном, что вот прогрессивное движение шло, произошло, произошла, есть такая позиция, что произошла смена выборов по производствам, по заводам, фабрикам, по производствам, коллективам в территориальные выборы по территориям. Опять, как можно разобраться, а что действительно, что является истинным в данном случае. И опять, здесь нам никуда не деться без диалектики. Здесь нам помогает соотношение, которое мы видим, категории, которые мы видим во втором томе науки и логики, в учении о сущности, соотношение между сущностью и формой. Государство, диктатура пролетариата, как и любое государство, является по сущности диктатурой господствующего класса. Это сущность государства. А форма государства, диктатура пролетариата – это советы, то есть органы, избираемые по коллективам. И вот это соотношение формы и сущности мы опять можем почерпнуть только из диалектики гегелевской. И мы знаем из этой диалектики, что форма существенна, а сущность формирована. Если мы меняем форму, то мы можем и поменять и сущность. Вот что, собственно говоря, и произошло. Вроде как на словах после этой конституции говорят о движении вперед. Но пока действительно, пока во главе партии стоит Иосиф Иосиф Иссарионович Сталин, пока стоит вождь, действительный вождь рабочего класса, движение вперед наблюдается. Как только Иосиф Иссарионович умирает, движение начинается в обратную сторону. Оно разворачивается. Именно из-за того, что диалектически вот этот вопрос был не совсем понят. Дальше. Двигаемся дальше. Если мы рассматриваем противоречия... Да, как вообще происходит движение, вообще развитие в обществе? Развитие происходит на основе борьбы противоположностей. То есть, противоположность... Самодвижение происходит из-за борьбы противоположностей. Какое движение происходит при социализме? Какова основная задача рабочего класса при социализме? Задача полного уничтожения классов. Но что это значит? Это означает, что нужно преодолевать классовые различия. То есть, преодолевать различия между людьми умственного, физического труда, между городом и деревней. Вот эти различия нужно преодолевать. И что мы видим? Получается такая ситуация, что социализм в своем развитии имеет в себе свое отрицание. Вот тут очень важный вопрос, в котором, надо сказать, многие товарищи путаются. Является ли социализм классово-молочным? То есть, есть ли при социализме классов? Товарищи, есть ли при социализме классов? Классов нет при социализме, действительно. Ну, или можно как-то так сказать, что класса есть в своем отрицании. А как же это татру пролетает? Да, вот сейчас мы об этом поговорим. Классов нет, но есть классовые отличия. Классовые различия, они сохраняются. Вот классовые различия, они есть. Можно сказать, что классы есть только в своем ухождении, в своем отрицании. Рабочего класса нет. Рабочий класс есть. Рабочий класс есть. Но классы уничтожены. Классы уничтожены. 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 Но не полностью. Виктор Калитрия – это дна до полного уничтожения. Ну, вот что значит до полного уничтожения? Значит, что классы не полностью уничтожены, остаются классовые различия. Но общество бесклассовое, социализм, потому что это коммунизм. Коммунизм в первой фазе. Коммунизм – это бесклассовое общество. Мы говорили о классе. Вопросы мы потом. Вопросы мы потом. В единственной форме, пожалуйста. Разбирать. Так вот, мы говорим про преодоление классовых различий. Что происходит? То есть социализм развивается, и вот этих классовых различий в развитии, в прогрессивном развитии социализма, становится все меньше и меньше. То есть при движении к полному коммунизму становится все меньше классовых различий. И что это за движение такое происходит? Ну, вот для тех, кто изучал науку логики, обучение о сущности, это как раз и есть движение от ничто к ничто. Вот это преодоление классовых различий – это и есть движение от ничто к ничто. Тут вот это движение, которое у Гегеля мы видим в науке логики, оно прямо просматривается, прямо выходит как такое истинное в развитии социализма. Что это за движение? Ну, вот эти классовые различия – это ведь ничто социализма, да? Это не является социализмом, не является его определением, условно говоря. Это ничто в социализме. Мы рассматриваем социализм сейчас, рассматриваем его завтра, да? Мы видим, что социализм, эти различия сохраняются. И это движение происходит. И это движение происходит в сущности социализма. То есть происходит движение от ничто к ничто с уничтожением вот этих классовых различий. То есть вот это движение можно описать только диалектическим, при диалектическом подходе. И никак иначе при помощи формальной логики это движение, к сожалению, не описать. Ну и если говорить о сегодняшнем дне, вообще говоря, вопрос был поставлен как вопрос о революции, да? Это связи диалектики и революции, но мы должны рассматривать не только революции, которые были, да? Но и те революции, которые еще предстоят произвести рабочему классу. Но надо сказать, что то общество, в котором мы сегодня живем, это империализм, да? Империалистическое общество, ну по крайней мере та часть, которая не относится к социалистическим странам. И поэтому вся та теория, которая была наработана и Марксом, и Энгельсом, и Ленином, и в основе которой лежит диалектический метод, она будет применима к будущим социалистическим революциям. То есть, то движение будущих социалистических революций, оно описано в марксизме, понимаемом как марксизм-ленинизм. И получается, что сегодня для того, чтобы понять, а какие вопросы рабочему классу нужно решать, для того, чтобы понять, как рабочему классу вести сегодня себя, для того, чтобы коммунистам понять, на что поднимать рабочий класс, по поводу каких вопросов общаться с рабочим классом, как вести эту борьбу за социализм, за социалистическую революцию, а потом за полный коммунизм, сегодняшним коммунистам никак без диалектики и без диалектического метода не обойтись. И тут важно сказать, что вопрос в лекции был сопоставлен таким образом. Диалектика алгебры революции. То есть, не арифметика, не что-то такое простое, которое все знают, все понимают. Все-таки алгебра. То есть, это такой, это метод, серьезный метод, который нужно серьезно изучать, без которого не была бы возможна социалистическая революция в России в 17-м году, и без которой сегодня коммунисты рабочий класс социалистическую революцию сделать не смогут. Спасибо. Спасибо. Вопросов нет? Есть выступающие. Шмелев Егор Иванович. Вон, аккуратненько там. Спасибо. Уважаемые товарищи, был затронт вопрос о том... Был затронт вопрос об организации рабочего класса, организации его в партию рабочего класса, организации его в вооруженную силу, и, наконец, об организации его в органы власти, в Советы. Вот я хотел немного по этому поводу сказать. Как правильно было замечено, организация вооруженная, организация пролетариата в 17-м году, произошла легко, благодаря тому, что этот класс уже был организован войной. У него было оружие, у него были некоторые структуры. Но сейчас, у нас вопрос какой стоит, у нас сейчас вооруженных конфликтов, реалистических таких нет, какие были на тот момент. И стоит вопрос, а как организовать класс? Как, ну, в настоящее время? Вот тут не обойтись без диалектического метода. Давайте посмотрим на структуру КПСС в 1960-м году. Это тот год, когда, ну, КПСС была на пике своего идеологического и организационного развития перед тем, как начала деградировать как партия рабочего класса 61-го года. Как начиналась организация ее? Вот самое низшее звено – это партгруппа. 66-й такой примечательный. 60-й, я сказал. 60-й перед тем, когда она начала деградировать партия рабочего класса. Партгруппа, она находилась на предприятии. То есть, организация партии идет по производственному признаку, принципу. То есть, партгруппа на предприятии. Дальше, следующее идет – партийный комитет. Но если партгруппа соответствует цеху, партийный комитет соответствует уже заводу или фабрике. Идет дальше – организация по производственному признаку. И тут происходит диалектический переход от производственного принципа организации к территориальному принципу. Дальше идет районный комитет, городской комитет, ну и так далее, обком, и уже ЦК и съезд партии. Давайте теперь посмотрим на организацию советской власти, ну, советская власть, в том смысле, в котором мы ее понимаем, до 1936 года. Перейдя как советская власть, так же как партия рабочего класса начала деградировать в 1931 году, так и советская власть деградировала в 1936 году. До этого посмотрим. До этого посмотрим. Опять-таки, есть трудовые коллективы, трудовому коллективу, ну, и, соответственно, трудовой коллектив, начальная ступень организации. Дальше заводская ступень организации, ну, если это цехов соответствовал, теперь завод. Комитет трудового коллектива, КТК, как в Конституции Михаил Васильевич называл, который презентовал в газете «Народная правда». Комитет трудового коллектива, следующая ступень организации по производственному признаку. И дальше идет, опять-таки, диалектический переход производственного признака, принципа организации в территориальный. Дальше идет городской совет, горсовет, райсовет, окружной совет и так далее. И что теперь относительно военной организации пролетариата? Она началась в августе 1917 года, когда создавались отряды Красной Гвардии. Они создавались для того, чтобы совершить вооруженное восстание с целью передачи власти к классу, рабочему классу. Посмотрим, как они были организованы. Отделения Красной Гвардии, они соответствовали трудовым коллективам, минимально. Нет, они соответствовали рабочим группам, дальше шел взвод, и взвод уже соответствовал трудовым коллективам. Так же, как партгруппа, так же, как трудовой коллектив, как первая ступень организации советов, они имели одну ступень организации. И дальше шли следующие разделения взвод, дружина и так далее, но они обрывались на производственном принципе. То есть, они не переходили, не произошло диалектического перехода в организацию по территориальному признаку. Но этот диалектический переход не успел совершиться, поскольку Красная Гвардия была в 2018 году реорганизована в Красную Гвардию, которая уже формировалась не по принципу заводов и фабрик, а которая изначально формировалась по территориальному принципу через военные комиссариаты, военкоматы уже, как и любая регулярная армия. Ставится вопрос, а как сейчас организовать класс? Вот тут и помогает нам диалектика, помогает нам диалектический переход от организации по производственному принципу в организацию по территориальному принципу. Иными словами, идет вопрос о том, чтобы создать отряды охраны, партийные отряды охраны, коммунистической партии. Чего вы так удивляетесь? Партия не может иметь свои вооруженные отряды для защиты света? Говорите, говорите, пограничны все-таки. Хорошо. Сколько регламент на выступлении? Я отменил. Это очень важная задача создать такую организацию, которая бы могла эффективно проводить диктатуру пролетариата. Потому что диктатура класса не может существовать без вооруженных отрядов людей, которые ее поддерживают. И по этому же принципу организовывать Красную Гвардию, по которому были организованы советы и партия рабочего класса, это наиболее рациональный метод. То есть сначала идет по заводам, от завода до роты. Это идет организация по заводам. На добровольной основе, не как регулярная армия. То есть нет никаких военкоматов, нет никакого призыва. Идет организация так же, как советы в партии по... Сейчас, секунду. На заводе. А дальше идет организация в более высшие подразделения, в штабные, в дивизии, в бригады, в батальоны. Уже идет по территориальному... Ну все, я договариваю. Спасибо. Идет по территориальному признаку. И таким образом вооруженная организация пролетариата строится по такому же принципу, как советская организация пролетариата и партийная организация. Спасибо. Спасибо. Моегор Иванович еще молодой человек. У него военная романтика, конечно, брызжет со всех этих. Вас смотила отряды. Да, это бред, конечно. У партии СССР была боевая организация, и были именно партийные и боевые организации. Большевиков таких никогда не было. Это не отряды большевиков, это отряды зародыша государственной власти, системы советов. Советы вскоре стали государственной врастью, и им действительно нужны отряды людей. Но это не были отряды большевиков и большевистской партии. Так что, ну это мы немножечко так и отвлекся. А по Гегелю все-таки. Вот Гегеля считают идеалистом. Многие товарищи относятся к нему через губу, через это. Я скажу прямо, что я не читал фирософию права, фирософию истории. Михаил Васильевич об этих книгах не очень хорошо отзывается и считает, что применять свой метод, диалетическую логику, к явлением общественной жизни Гегель не очень удачно это делает. Всего у каких причин. Хотя реакционером его назвать нельзя. Он восхищался Наполеоном. Наполеон в то время орицетворял прогрессивную тенденцию. Это был их конец. Когда Гегель жил у нас? В конце 18-го, начале 19-го века. Вот. А что касается науки рогики, то это глубоко материалистическое произведение, уверяю вас. Чем практически заканчивается наука рогики? Понятием абсолютной идеи. Что есть абсолютная идея? Как совершенно верно Кирилл Валерьевич сказал, это единство теоретической и практической идеи. Теоретическая идея, тут вроде бы все однозначно, это соответствие понятия объекту. Вот есть некая скатерть, мы ее изучаем, какой у нее цвет, вес, размер и так далее. Это вот понятно. А вот практическая идея, которая звучит наоборот, практическая идея, это соответствие объекта понятию. Вот в этом люди, сидящие в системе координат метафизической, односторонней, они видят некий идеализм. Как это так? Вот скатерть соответствует тому, что у меня в голове. Ну что это за бред? Хотя на самом деле человек – это творец. Эта скатерть, конечно, изначально она соответствовала тому, что в голове было у того, кто ее сделал. И вообще в личной жизни там имеет место, если можно так выразиться, идеализм. Если можно, конечно, назвать идеализмом. Потому что в своей деятельности непосредственно у нас сначала возникает идея, она первичная, а потом мы ее уже реализуем. Тут можно, конечно, говорить, что идея у нас возникает в мозгу, мозг – это материальное понятие, но это уже второй вопрос. Идея – это на самом деле с отражением действительности. Идея – это идея. Отражение действительности настолько сложное, что вообще говоря, примитивно понимать это и отсюда возникает у людей метафизических, недиалектических возникает целый ряд непониманий допустим, вот сейчас мы живем в буржуазном обществе общественное бытие определяет общественное сознание какое у нас сейчас общественное бытие? буржуазное, конечно потом базис у нас базис у нас тоже скажут, товарищ определяет надстройку, базис первичный, надстройка вторичная базис у нас какой сейчас? капиталистическая экономика, капиталистическая и что же получается? и получается, что вот мы здесь а коммунизм там и базис первичен общественное бытие первичное и как туда перескочить это непонятно а тут вот и приходит на помощь диалектика, в каком смысле? во-первых, базис он не однороден в базисе есть рабочий крас рабочий крас это понадлежный базис или настройки? базис конечно у рабочего краса есть свои интересы интересы рабочего краса это базис или настройка? базис А рабочий класс реализует, грамотный, сознательный рабочий класс реализует свои интересы через забастовку. Забастовка – это явление базиса или настройки? Базиса. Базиса, конечно. Это объективные экономические выражения. Так вот, многие товарищи, так сказать, считающие себя самыми, что не аисте, утракоммунистами, они через губу относятся к интересам рабочего класса. Произведительно относятся к расчету стоимости рабочей силы. И открытые троцкисты, есть еще интересная в интернете выраженная дискуссия троцкиста, московского обидца с Поповым по этому поводу. И, так сказать, товарищи Ленинградские из РКРП, в частности, говорят, что вот, это расчет стоимости рабочей силы, это такое там бред, это неинтересно. Собирается Российский комитет рабочих два раза в год. Там вырабатываются меры, совещание происходит, как рабочему классу реализовать свои интересы. Выступает Виктор Аркадьевич Тюлькин. И так говорит, ну, на этот РКР у нас есть дера поважнее, мы туда посыраем своих соглядатаев, чтобы они посмотрели, что там и как там проконтролировали. А так вообще там нас упрекают, что мы туда много людей посыраем, но у нас на самом деле более важные дера, а туда мы так посыраем, так посмотреть, что там творится. РКРП выдвигает кандидатов к президенту. Вот, это самое. И отсюда непонимание вот этих лежащих в базисе материстичных интересов совершенно идеалистическая картина действий. А к врачу-то как-то приходить надо. Вот начинается через выборы. Это даже не особенность, я не хочу здесь РКРП критиковать. Практически с 30-х годов, или даже с 30-х годов, можно сказать, в мировом кульмунистическом движении пошло, что вот забастовки, экономическая борьба, а если хочется более высокого и политического, куда идти? На выборы. Или делать революцию. Вот, а революцию как можно сделать без массовых забастовок, без организации советов? Можно на деньги Ходорковского сбросить Путина. Это называют революция. Вот, это самое. Но это мы прекрасно понимаем, что это не революция, это буржуазный переворот, скорее всего, фашистский в наших условиях. Поэтому здесь вот такой вот вроде бы материализм, такой вульгарный, он приводит к самому что ни на есть идеализму в практических действиях. Ну, еще буквально два слова, прошу прощения. Одно слово. Хорошо, одно слово, значит. Гегель очень трепетно относится к понятию истины. Он всячески принижает мнение, так называемое, и возвышает истину над мнениями. И одна женщина, вот у меня фамилия на языке вертится, я забыл, она писала про контрреволюцию в Чехословакии еще в 70-х, 80-х годах. Она вот прямо в своих книгах выразила мысль, что отказ от истины – это гносиарагическая основа антикоммунизма. Коммунизм – это истина, это движение к истине. А вот преувеличение мнения, что вот надо уважать мнение, ну, с какой стати мнение уважать, за что уважать? Мнение – это неразвитое знание, его абсолютно не за что уважать. Но уважать надо истину и стремление к истине. А вот отказ от истины, а у Гегеля, надо сказать, это превалирование истины и принижение мнения выражено очень четко и однозначно. И в этом смысле наука логики, вот я все-таки скажу, это очень материалистическое и очень революционное произведение. А если не читать науку логики, а изучать фирософию по суррогатам, то будете как товарищ Иосин, который написал, оказывается, статью, это из Москвы такой, кандидат фирософских наук, там, видно, идиолог считается РКРП, но он вместо Гегеля читал Резенталя. И получилось у него, смею вас заверить, совершеннейшая чушь. Но об этом рассказать уже времени нет. Дорогие друзья, я скажу, что надо поблагодарить Кирилла Вареновича. Замечательная лекция. И вот цепочку он подчеркивал не раз. Революции и контрреволюции. Эту цепочку можно назвать в целом, это эпоха. Это эпоха пролетарских революций, в которой есть и революции, и контрреволюции. И без обратных действий, и новых революций не обойтись в этой эпохе. Она достаточно, конечно, будет занимать большой период. Очень правильно подчеркнуто, что взяли власть, кто взял? Класс. Как сказал, класс надо, чтобы он зарождался и чтобы класс существовал, он есть. Но у любого класса есть партия. Партия что такое по определению? Авангард классов. Совершенно правильно. Партия это авангард класса. Кто организует вот этот класс и куда-то ведет? Конечно, партия. Если взять в современной России, сколько у нас представлено в Государственной Думе ведущих партий? Четыре. Какие это партии? Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР, Буржуазный и КПРФ, тоже буржуазный, поддерживающий мелкую буржуазию, в которой и не было длительное время диктатуры пролетариата. Заявили сейчас и на этом остановились. Посмотреть, есть ли у нас партии рабочего толка. Есть, но они в становлении. Идут ли за этими партиями рабочие как класс? Нет, конечно. Они еще настолько в становлении, что рабочие сами пролетариат не чувствует, что есть авангард класса и здесь надо идти. Но это постановление же, оно же будет, но оно и придет. Но оно придет, конечно, значительно позже. От чего будет зависеть? От работы этих партий, насколько будут, насколько убедительно, насколько сильные доводы, насколько будет сильнейшая подготовка, в том числе по подготовке изучения диалектики Гегеля, отсюда и будет движение вперед. А у нас сейчас, и даже идя к выборам, понятно, кто организовывает эти выборы? Буржуазия. Неужели будут сомнения, кто придет к власти? Конечно, буржуазный деятель. Мы можем только что говорить. Мы только можем говорить. Кто же придет из буржуазного класса? Кто более предпочтительнее? Кто не развалит Россию? Кто не сдаст, как на Украине, американскому империализму? Борис Николаевич, давайте под барабанную дробь. Я вас не перебивал, а очень внимательно слушал. И я вам по классам тоже ответил. Поэтому мы можем дать только предпочтение, кто 18 марта, из буржуазных деятелей, кто более предпочтительный и будет развивать страну, а не разваливать страну. Потому что при любом, даже когда был у нас КПСС и был Советский Союз, еще до контрреволюции в окончательном варианте 91-го года, которая началась в переходный период в 61-м году, еще можно было повернуть. Но такие деятели, как Константин Устинович Черненко, как Михаил Сергеевич Горбачев, они делали все, чтобы все развалилось. И развалился, и страна развалилась. Поэтому кто придет сейчас, очень важно, чтобы не развалилась Россия. И мы должны, конечно, дать предпочтение какому-то буржуазному деятелю. И эта оценка наша будет рабочего движения. Спасибо за внимание. Выключите слово, пожалуйста. Спасибо. Значит, я бы хотел сказать в ответ Борису Николаевичу, что товарищам рабочим я предлагаю, рекомендую в этом шапитоне участвовать, конечно, в этих выборах. Там и без вас, дорогие товарищи, все выберут, и все будет там нормально. Не волнуйтесь, займитесь изучением теории. Но, так сказать, на этом подъеме политической борьбы можно привлечь интерес товарищей к марксизму. Вот то, что можно сделать на этих выборах. Теперь, что касается советов. Вот здесь было выступление. Я коротко скажу. Может быть, я не выразил это в своем выступлении, но вообще говоря, нам нужно точно относиться к понятиям. Советы по понятию – это территориальные органы. Территориальные органы, избираемые по заводам и фабрикам. Вот понятие советов. То есть вы правильно излагали вот это движение, и то, что советы действительно территориальные органы оказываются, но избираются они по заводам и фабрикам. Это правильно. Но поскольку советы вырастают из заводов и фабрик, как территориальные органы, а возрастают они из забастовочных комитетов. И здесь все складывается логично. А забастовочные комитеты организуют порядок на заводах и фабриках. Для того, чтобы организовывать этот порядок и чтобы не растащили материальное участие, нужно организовать охрану этой материальной участии. Вот вам и те дружины, которые охраняют заводы, охраняют производство. Не Парчи охраняют, не Владимира Ильича Ленина охраняют, не еще кого-то. Они охраняют производство и занимаются охраной производства. Вот вам, пожалуйста, и вооруженный отряд. Я говорил об обоевой организации класса, а не партии. Понятно. Значит, и в заключении хочу сказать следующее. Кажется, что вот те вопросы, которые мы разбираем на лекциях, связанных с философией, они такие общего характера. Но я хочу сказать Ивану Михайловичу большое спасибо за то, что он подчеркнул, что эти вопросы напрямую связаны с сегодняшней тактикой действий. То есть из них прямо вытекает то, как нам действовать сегодня. За что спасибо Ивану Михайловичу. Все. Спасибо большое. Ну, дорогие товарищи. Насыпают каникулы. Выключаемся 1 февраля 2018 года. А в следующий четверг будет? Нет. 1 февраля 2018 года. План занятий будет опубликован в ближайшем номере газеты «Народная правда». На сайте фонда «Рабочая академия». Ну, и, как правило, дублируют сайт РКРП. Каникулы использовать с толком и остановкой. Не просто отдыхать. Почитать. Взять руки, наконец. И почитать науку логики Илья. Спасибо, товарищи. Объявление есть. Олег же какая будет? Олег же будет, как правило, начинает Михаил Ильич Попов. Тема, как повысить производительность труда. Судит, товарищи, не выдержите. Товарищи, значит, сообщаю. Очередной субботник по восстановлению музея Владимира Ильича Ульянова Ленина состоится 23-го числа. То есть в эту субботу. Электричка с московского вокзала на Тосно в 9 часов 30 минут. Ну, желающие сдать пожертвования Ивану Михайловичу передавать денежки. Продолжение следует...